Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл! Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео, это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня я буду продолжать серию своих роликов по Мерседес Е63 В212. Это очень крутая и премиальная Мерседес-тачка вот такая вот, и сегодня мы с вами будем намереваться ехать в детеллинг-центр, заниматься ее обвесами, покраской и, в общем, ну, делать из нее совсем другую машину. Не просто белую скучную, а какую-нибудь интересненькую. Поэтому, дорогие друзья, если захотите поиграть со мной и получить этот Мерседес Е63, то обязательно переходите по ссылочке в описании и качайте игру Барвиха РП Мобайл по моей ссылочке внизу. Сразу, когда зайдете, обязательно подключайтесь к четвертому серверу, который называется Восточный, на нем играю я. И когда подключитесь, не забывайте вводить мой промокод хэштег Личи, чтобы его получить, чтобы его активировать точнее, нужно в чатике написать слэш, вот так вот, потом ММ, и у вас откроется вот такое вот меню игрока. И вот тут в девятой, вот такой вкладочке под названием промокоды, ее нужно будет открыть и открыть первую вкладку промокоды от ютубера. И вот сюда надо будет ввести сначала свою почту из плеймаркета, чтобы вам приходили уведомления из Барвихи, акции, все такое, розыгрыши, а потом мой промокод хэштег Личи. Вот так вот, и все, и вы получите крутой бонус 300 тысяч, только в октябре, поэтому успевайте сейчас, потом он будет 150. На эти деньги вы сможете купить реально какую-нибудь крутую тачку, так что дерзайте и давайте, ребята, жду вас, потому что игра потянет абсолютно любой андроид-телефон. Главное, чтобы был андроид-хонор, самсунг, хуауэй, разницы нету никакой. Хоть Асус, не знаю, разницы нету, не обязательно вообще никакой. Пишите в комментариях, кстати, какой у вас телефон и заходите играйте. Ну, а мы, собственно говоря, уже подъезжаем к нашей, такой вот называемой непосредственной месту, где делают ремонт машин, детейлинг-центр и покрасочная. Поэтому, вот, как вы знаете, вот сюда подъезжаем, прекрасное место, тут очень красиво, все очень клево. И вот мы на этом Мерседесе Е63 МВ-212 подъезжаем и будем сейчас делать прикольные вещи. Для начала что? Ну, думаю, наверное, стоит сначала сделать обвес, все такое, посмотреть, что на эту машину доступно. Вау, стоп, детейлинг-центр мне сток не нужен. Так, на машину бамперов нету, задних тоже расширений нету. То есть, задних расширений тоже нету, спойлер, спойлера нету, выхлопа тоже нету, решетка радиатора тоже нету, задние фары тоже нету. Вы серьезно? А, как так? Стоп, серьезно? На вашу машину пока нет компонентов? Серьезно? Ничего нет на мой Мерседес? Офигеть! Я думал, что все-таки можно хотя бы что-нибудь на него сделать, хотя бы что-нибудь, реально. Ребят, это капец. Детейлинг-центр просто для этой тачки недоступен. Чего? Неужели нельзя ничего с ней сделать? Хотя, возможно, разрабы правы. Потому что тачка и так очень красивая. И если мы будем делать какие-то спортивные обвесы, мы, может быть, заколхозим. Хотя, может быть, это и не так. Мне бы хотелось видеть какого-нибудь разнообразия. Ну, ладно, давайте хотя бы в покрасочную заедем. Хоть что-нибудь. Сейчас тонировочку, я не знаю, сделаем. Что-нибудь еще. Так, цвет кузова. Давайте можем... Кстати, можем выбрать что-нибудь веселое. К примеру, желтое. И как будет тачка смотреться, если я сделаю желтый? О, по-моему, ну, вроде бы прикольно. Но можно посмотреть, что еще можно делать. Если синюю, то она очень будет серьезной и взрослой. Красной, то она будет больше такая девочковая, наверное, да, ребят? Я думаю, что да. А что еще? Розовая, но это будет вообще беспонтовая финтифлюшка. А если желтую, вот такую вот, цвета кориандр? Нет, тоже что-то не такое. Вот, блин. Может быть, ее просто черную сделают? Или вот такую вот зеленую? Блин, вот это вот сложный выбор. Мне понравилась синяя. Когда вот пацан ехал, у него была синяя. Прям вот очень красиво смотрелась. Не знаю, вот голубая. Ярко-голубой цвет. Что-то можно, мне кажется, подобрать интересное. Если вот реально вот прям полазить, посмотреть цвета. Можно было бы даже зеленую сделать. О, а куда он поехал? Куда это он поехал? Вы что, куда ты едешь? Ехать никуда не нужно. Тут мы как бы машину чиним. Куда он поехал? Так, такие цвета тоже не очень. Ой, как же сложно выбрать цвет. На самом деле... Кстати, Purple Drink. Какой-нибудь вот такой вот можно было бы сделать цвет. Кстати, смотрится, по-моему, прикольно. Прикольно. Мне кажется, этот цвет ей вполне подходит. Или что-нибудь такое вот подыскать. Песочный цвет, к примеру. Горчичный клевый. Так, а что еще такое есть интересно? Реально цвета приколдесные. Мне нравится. Действительно, смотрится вполне интересненько. Я думаю, что можно будет даже остановиться на таком цвете. Или сделать... Ой, ну это слишком темно. Хотя написано, что он светло. Ёшкин кот. Так, розовый, но это слишком. Фиолетовый. Вот, ребят. Реально идет этот цвет. Реально вот идет этот цвет. Берем. Берем, берем, берем. Вот, не знаю. Топ. Я не знаю, как вы считаете, но я считаю, что это топ. Цвет колес тут никогда не меняется. Потому что стоковые диски, они никогда не меняют цвета своего. Это мы все знаем. Цвет фар. Вау. Так, давайте, а давайте сделаем фары тоже фиолетовые. Почему бы и нет? Почему бы и да? Давайте, сделаем фары 150 тысяч. Делаем фиолетовые фары. Кстати, винилы нельзя делать на эту машину. И я не удивлен. Поэтому давайте тонировочку, хопа, делаем тонер. Наперед, потом боковые. Давайте стекла тоже затонируем вот таким вот образом. Ой, сколько тут тонировки разновидностей. Так, нам нужно просто черное и все. Дальше, что у нас идет? Боковые. Боковые тоже мы выбираем. Вот, ну вот, черные, да? То есть, и покупаем вот этих. Кстати, а передним у меня что? Они точно черные? Это точно черный цвет? Так, ну вроде бы да. Вроде бы да. Да, 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 да. Это черный. Все, отлично. Ребят, ну просто пушка, а не тачка. Ну посмотрите. Естественно, очень клево смотрится. Но вот эта функция очень дорогая. Я не хочу, честно говоря, покупать. Мне кажется, это уже будет слишком пестро. И так тачка смотрится прям. Ну, крутим Бова. Ну-ка. О, ребят. Это просто жесть. Чего мы из нее сделали? Ее бы еще чуть-чуть занесли. И вообще, конфетка будет. Я думаю, этим можно заняться. Так, давайте включим лайтинг. Вот так включим свет. О, вот это да. Вот это я понимаю. Вот это топчик. Просто топчик. Ну-ка, давайте попробуем проехаться на ней. Какая же она необыкновенно стала красивая. Ребят, вот ей просто очень подходит этот цвет. Просто вот фиолетовый это у нее. Я думаю, что в реальной жизни она бы так бы смотрелась прекрасно. Что все люди в округе смотрели бы чисто на этот Mercedes E63. Какая же она реально красивая. Ну-ка, давайте еще. Вот я хочу на ней покататься на реально топовое. И вот гонит просто очень быстро. В туннеле лучше сильно не разгоняться. А тут сейчас будут какие-то ухабистые моментики. Но нужно их аккуратненько проехать. И будет все шикардос. Ну-ка, вылетаем отсюда. И вот так, опа-на. Ну-ка, по трассе летим. И оу-оу-оу-оу. Так, оу-оу-оу-оу-оу-оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Вот это я полетал. Вот это я немножечко полетал. Так, давайте ее оу-оу. Починим. Видите, она не прощает вообще никаких происшествий. Поэтому давайте сейчас инвентарь. Быстренько ремкомплект одеваем. Чиним ее. И должно быть все... Ой, все как же. Блин, когда она разбитая, на ней вообще невозможно ехать. Мерседес не должен быть разбит. Он должен быть всегда целый. Это не шестерка, это не семерка, которую можно разбить. И сказать, ааа, пойдет. Реально, тут с тормозами чуть тема есть. Такая, что машину несет. Из-за того, что она реально очень быстро едет. Ее может занести на каком-то повороте. И поэтому нужно аккуратно ехать. Вот, посмотрите. Ой, ешкин кот. Ну, прям очень сильно ее заносит. У нее уже износ. 56%. Но так нельзя ездить. Реально. Ее нужно чинить и ездить на ней прямо аккуратно. Всегда нужно иметь с собой ремкомплект. Если ты ездишь на Мерседесе. Тем более таком. Очень премиальном. И это я вот скажу, что да. Так и должно быть. По-другому вообще никак. Вот просто никак. Но тачка получилась реально клево. И вот дальше мы будем уже. Попробуем ее чуть-чуть занизить. Потом чуть-чуть прокачаем движок. И посмотрим, что у нас получится. Ну, так она вообще просто топовая. Единственное, что надо будет прокачать тормоза. Реально ее чуть. Ну, и баланс. Потому что ее реально заносит. И из-за этого происходят какие-то неприятные моменты. Поэтому, дорогие друзья. В принципе, на этом все. Если вам ролик понравился. То обязательно подписывайтесь на канал. Заходите на Барвиху. Играйте со мной. Игрушка клевая. Будем кататься с вами на Мерседесе. Я вас покатаю обязательно. Заходите на 4 сервак. И будем вместе с вами что-нибудь там мутить. Прикалываться. Я только за, дорогие друзья. Только за. Вот так вот. В принципе, все. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет пицца. Все, кто напишет слово пицца. Обязательно попадет в мое следующее видео. Смотрите, тут какая-то вот суета. Какая-то концерт-схема. Тут, смотрите, игроки что-то катаются. Вот это да. Вот тут какая-то прикольная тема. Там тоже Мерседесик неплохой у чувака. Вот это да. Я вот понимаю. Рок-концерт целый. Там реально. Там есть на самый настоящий рок-концерт. Вот это да. Я никогда не видел. Поэтому все. Кодовое слово пицца. С вами был, как следовательно. Я ваш любимый личи. И всем до скорых. А что тут происходит? Что тут происходит? Что-то очень, очень странное. А что вы стоите? Алло. А что они? Реально, ребят, посмотрите. Что это реально? Реальные игроки? Но они просто стоят. Что-то там делают. Жесть. Я не понимаю. Ладно. Все. Кодовое слово пицца. С вами был личи. И всем до скорых встреч. Редактор субтитров. Субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...